Мы в Apple немножко устали от однообразных пародий, поэтому сегодня будет классический Apple LX, презентация уже завтра 30 октября, стартуем в 16.00 по Москве, Apple начинает на час позже, у нас будет время пообщаться, разогнаться, также от нас туда полетел в Нью-Йорк Илья Казаков, мы выйдем на связь с ним через FaceTime, посмотрим, что там происходит в зале, ну и отлично проведем время. А сегодня что же покажет Apple уже завтра? iPad, MacBook, iMac, AirPods второго поколения, может быть вспомнят AirPower и прочее-прочее-прочее. Сейчас расскажу о главных слухах, поехали! Айпэды! Наверное самое интересное из того, что будет презентовано 30 октября, это 10.5 проха, это 12.9 и мне кажется, что Apple выпустит еще какую-то новую диагональ. Кажется не просто так, есть слухи, что у нас появится еще более навороченный iPad, может быть плюс-минус 11 дюймов. Apple продолжает играть с диагоналями, но самое кайфовое то, что также 30 октября выйдет iOS 12.1, в которой нашли упоминание Face ID для iPad, который будет работать, конечно же, в портретном и горизонтальном режиме. И это очень круто, вы берете свой iPad и он вас сразу узнает. Соответственно, будет ли челка, как в айфонах, потому что Face ID? Говорят, что нет, будет просто одинаковая рамка и она какая-то все-таки будет и туда совершенно спокойно внедрили Face ID. Таким образом, у нас будет iPad выглядеть несколько иначе, чем iPhone. Это, как мне кажется, ожидаемые плюхи, как и то, что Apple поставит туда A12X, там еще памяти накинет, ну все, что мы обычно видели в iPad. Apple на самом деле iPad всегда воспринимала по-разному. С одной стороны, он в чем-то догонял iPhone, такие вещи, как Touch ID или сейчас Face ID появляются позже, но в чем-то iPad всегда был флагманом. И какие-то вещи, например, так и не доехали до айфонов, как тот же 120-герцовый экран. С ожидаемыми фишками все понятно. Но вот у меня есть iPad 10.5 замечательный. iPad 12.9 не менее прекрасный. Чего я хочу в новом iPad? Что мне продаст новый iPad? Я думаю, пылевлагозащита по стандарту IP68, чтобы можно было мыться и д**ть в ванной, это же замечательно. Один известный сайт, кстати, делился данными, ну неприлично его называть, он начинается на порно и заканчивается на хам. Так вот, они показывали, что смотрят конкретно пользователи iOS и Android. И с одной стороны, результаты очевидны, а с другой стороны, ну найдете сами, если захотите. Напишите, кстати, в комментариях, есть ли у вас iPad, если да, то какой, и что вас заставит поменять его на новый. Я уверен, что большинство, конечно, меняет iPad по принципу, когда он уже совсем в хламину разбитый, убитый и так далее, уже обновлений нет, он все еще работает, люди сидят вообще на первых iPad'ах, там YouTube есть и ладно. Но, конечно же, для большинства это просто утилитарный девайс. iPad вообще, на самом деле, выиграл гонку вот этих самых планшетов. Сегодня у iPad'а нет конкурентов. Да, есть Surface в Америке, у нас он просто официально не продается. Есть какие-нибудь Galaxy Tab'ы со стороны Android'а и все вообще просто ничего, вакуум, все, iPad победил. Несмотря на то, что вообще популярность планшетов немножко снижается каждый год, iPad остался один в полевой, на черт возьми. Тем не менее, я очень жду обновления iPad'ов. Да, прошки были классные, но хочется, как в прошлом году с десяткой, чтобы новый iPad пришел и такой, пау, пацаны, снова по красоте. Я верю, что Apple сделает хорошо, также ожидается обновление Apple Pencil. Не совсем понятно, на кой черт ему обновление, типа Apple Pencil 2, что там будет, миллиард нажатий или еще какие-то плюхи. Это из разряда, ну окей, если да, но я в это не очень верю. Как и в то, что в iPad'е появится USB-C разъем. Те, кто думают, что Apple просто зажопила, типа, USB-C и поэтому везде ставят Lightning, вообще не понимают, как это устроено. Apple зарабатывает свои проценты на продаже и лицензирование аксессуаров. Установка USB Type-C это просто крест на своих миллиардах и триллионной капитализации. Поэтому очень будет странно, если они его все-таки туда вкорячат. Я думаю, что если даже и поставят, то это будут какие-то вот такие сложные штуки, но увидим уже завтра. Как, собственно, и 4К, 5К экран, хотя вы знаете, я вот сейчас подумал, что 4К экран в iPad'е, чтобы смотреть 4К видосы с его очень крутым звуком. А я, кстати, вообще с большим удовольствием смотрю кино на iPad'е, где-нибудь в самолете, в дороге, опять же в туалете. Ну там свое кино, но тем не менее. iPad очень удобный, братцы. Если его еще и помыть, можно будет под струей теплой воды и вообще победа. В общем, с одной стороны, с iPad'ами все понятно, а с другой я также понимаю, что, блин, я дико жду обновления. Потому что, мне кажется, накопилось количество критических вот этих улучшений, которые сейчас в iPad'е реализуют. И ты поймешь, что это вообще девайс лучший. Вообще, на самом деле, я пытался полюбить MacBook Pro 13. Я пытался начать пользоваться MacBook'ом 12. Именно для домашнего потребления контента. Ничего лучше iPad'а нет. Да, создавать контент на iPad'е, это все еще больно. Apple понаделала нам всяких в свое время iMovie, сделали клавиатуру. Все это какое-то что? Правильно, дикое, потому что это неудобно. Но вот потреблять контент... А еще, идите сюда поближе, ходят легенды, что когда-то Apple делала мини-версию iPad'а. И на самом деле, хотелось бы, чтобы ребята о ней вспомнили. Потому что, с одной стороны, у нас есть iPhone XS Max на 6,5 дюйма. И ты такой, ну, уже гигантский экран. А 7,9 в iPad mini недалеко ушли. Но все-таки в iPad'е свои фишки, сплитскрины и прочей радости, которых лишен iPhone. И хотелось бы, чтобы Apple о нем вспомнила, я имею в виду о мини-ки, и наконец-то запилила нам обновление. Потому что, ну, это удобно. Я знаю людей, которые пользуются мини. Я знаю кучу людей, у которых есть Android, смартфон. Ну, просто потому что им больше нравится. И планшет от Apple, iPad, потому что нет альтернативы. И они отлично соседствуют друг с другом. И вот хочется, чтобы Apple нам линеечку-то все-таки нарядно выкатило. MacBook. У меня на столе двенашка, которую в свое время называли новым Air. Хотя в итоге мы поняли, что это нифига не так. И самое, собственно, главное доказательство этому, то, что Air до сих пор продается. И вообще знаете, что в 2018 году стукнуло 10 лет, как был презентован оригинальный MacBook Air. Это охренительно. Более того, вам скажу. В 2010 году вышло обновление. В 2011 его еще раз тюнингнули. Например, туда докинули подсветку в клавиатуру. В 2010 году ее что-то не запилили. И все. Вообще все. Apple за эти годы не менял этот чертов MacBook Air вообще. Экран старый, убогий, убул. Ужас. Дизайн, шасси и только процессоры докидывали посвежее. И все. Вообще ничего не меняли. Apple это компания, которая 7 лет. Один и тот же компьютер продает. Один и тот же. Нет в мире ни одной компании, которая даже близко могла бы похвастаться подобным. Более того. Для многих это вообще бенчмарк. Знаете, что такое бенчмарк? Это то, когда устройство по сути является эталонным. И на него равняются. Все вокруг Air прыгают. Наш ноутбук чуть толще Air, но он круче. Наш тоньше Air. Все вокруг Air что-то хотят. При этом Apple зарабатывает с Air столько денег, что вы все даже не представляете. Потому что он реально старый. Производство его уже ничего не стоит. Рабочие на Foxconn доплачивают Apple за то, чтобы собирать MacBook Air. Вот так происходит. И ты понимаешь, что конечно такой компьютер менять никакого резона нет. Абсолютно. Потому что он приносит бабло. Но уже вот 7 лет спустя. Уже даже ребята из Apple поняли, что пора. Пора. MacBook 12 крутой. MacBook Pro 13 отличный. Но вот не хватает чего. Чего. Выпускать в 12 диагоналях или в 13. Никого смысла нет. Поэтому я думаю, что это будет что-то вообще новое. 14 дюймовый MacBook Air 2, например. Который будет без рамок. При этом у него корпус будет как у 13 дюймов. И там будут какие-то разъемы, возможно. И ты такой, блин. И вроде и Pro с тачбаром крутой. Но там нету какого-нибудь, не знаю, слота для карт памяти. И ты такой, что вообще делать? Вот это маркетинг Apple. Тут скорее всего будет что-то среднее. Вот это не будет замена Air. Это не будет конкурент MacBook 12. Это очевидно не будет MacBook Pro 13, 15. Просто на минималках. Это должно быть что-то новое. Но очевидно и все аналитики и слухи говорят о том, что MacBook будет обновлен. Я имею в виду Air. Потому что ну пора уже. Ну пора его уже надупить просто волевым решением. Просто пока. Ты был крутой. Но TN плюс фильм «Матрица» в 2018 году это больно. У тебя уже глаза выжигают. У тебя на айфонах OLED, на айпэдах 120 Гц. А на MacBook Pro Air... При этом Apple, как ребята ушлые, хитрые и в целом разумные, могут поступить вообще круто. Они оставят Air на какое-то время. На переходный период, как было с MacBook Pro с тачбаром. Тогда еще был в каком-то состоянии предыдущий MacBook с ретиной. И люди вроде как бы скажут, блин, ну тут и новый MacBook, круто. Ну а кто хотел Air, его сделают еще дешевле, а стал какой-нибудь одной конфигурацией. Ну чтобы у тебя была альтернатива. А потом тихонечко его сольют. Посмотрим, будет ли тачбар в этом Air-оподобном компьютере. Будет ли там только USB Type-C разъемы. Или там все-таки что-то добавят. Вопросов дофига. Очень интересно. Впервые, наверное, дико интересно узнать, что Apple сделает в MacBook. Перед тем, как я расскажу вам о самой интересной категории, я думаю, что много из вас догадались, о чем пойдет речь, мне нужно щелкнуть пальцами и рассказать вам о не менее интересной фишке. Все, что я только что перечислил, можно будет выиграть благодаря нашим большим друзьям кэшбэк-сервису Letyshops.ru, которые уже не первый год, не первый раз поддерживают нас в прямых трансляциях. Мы же ребята сами фанаты вообще. И Apple, и технологии, и гаджетов. И у них это все получается очень круто. И мы молодцы, и они вообще красавцы. Я уже много раз рассказывал, что без кэшбэка в 2018 году покупать в онлайне, это просто глупо. Потому что у вас есть выбор. Либо отдать эти деньги магазину свои, либо вернуть их себе. «Верни свое». Вот такой слоган сейчас у ребят, и я считаю, что он максимально правильный. Я сам, несмотря на то, что зажрался до бесконечности, пользуюсь кэшбэк-сервисом, выработал в себе эту правильную привычку. Благо сейчас это делают очень просто. Поставил расширение, заходишь на свой любимый магаз, а те сразу пишут, что у вас возможность вернуть кэшбэк 3-5%. Вроде бы немного. Но когда ты в течение года покупаешь огромное количество гаджетов, не гаджетов, духов, одежды, игрушек, всего вообще, что угодно в интернете, у них даже есть кэшбэк в KFC, ты крылышки купил, крылышки, и вернул себе денежку. Класс. 9 крылышек купил, а 10-ая в подарок получается. Так вот, когда ты все это складываешь, получается весьма осязаемая сумма, которую приятно вот сейчас потратить на, не знаю, новогодних праздниках, или какой-нибудь будет замечательный 11-11 мега сейл, все китайские магазины как один поднимутся в порыве отдать вам что-нибудь со скидкой. И, конечно, у Letyshops будет по этому поводу отдельная приколюха. И, конечно, нужно пользоваться возможностью. Вам просто в руки отдают ваши деньги. Пользуйтесь этой замечательной возможностью. А, собственно, благодаря Letyshops я могу подарить вам огромное количество призов. И ребята меня поддерживают уже еще раз не первый год. Мне кажется, это мега круто. Что нужно сделать, чтобы принять участие? Как всегда, все максимально просто. Заходите на сайт по ссылке в описании, и там три простых правила участия. Первое, что нужно сделать, это зарегистрироваться на Letyshops. Но поскольку мы уже это делаем не первый год, я уверен, что многие из вас зарегистрировались, и большие молодцы. Второе. Скачать расширение для браузера. Опять же, максимально просто. Если что, если вы уже качали и пользуетесь, опять же, молодцы. Этого делать не надо. И третье. Не подписаться на канал Vilsa.com. И многие из вас также подписаны, поэтому вообще ничего делать не надо. Единственное, что заполняете формочку там на сайте, и вы участвуете. Вообще красота. В принципе, я подумал, что сейчас для розыгрыша нужно только зайти на лендос и клацнуть три раза мышкой. Даже делать ничего не надо для большинства из вас. Но если что, три простых шага. Опять же, там на лендинге все максимально просто и подробно описано. Подводим итоги уже завтра по окончанию прямой трансляции. Поэтому я бы на вашем месте время не терял. Быстренько все сделал и сидел. Завтра с удовольствием смотрел трансляцию и ждал итогов розыгрыша. Как обычно, все будет весело, круто. На презентации мы открываем шампанское. Красота. Ну, собственно, если вы смотрели наш лайф в сентябре с презентацией iPhone XS, то вы знаете. А если нет, у вас сейчас будет отличная возможность узнать. Letyshops, верни свое. 30 октября, 16.00. Прямо здесь на Vilsa.com. Жду всех и каждого. Еще интереснее iMac. У нас, кстати, прошки две штуки, но мы не стали их тягать сюда на стол, хотя по-хорошему надо было поставить. Какая логика? Вообще, iMac в новом дизайне также был представлен уже достаточно давно. За это время появилась 5К-версия, появилась Pro-версия не так давно. И она крутая. Я вообще считаю, что iMac Pro это один из лучших продуктов Apple в этом году. И вы знаете, какая штука? Пора его тоже обновить. Вот именно самый такой консюмерский, самый ходовой вариант нужно обновить. Нужно освежить как-то его. Поэтому есть слухи, что Apple представит нам новый iMac. Не просто на новых процессорах, что они, в принципе, делают постоянно. Потому что даже MacBook Air, как я и сказал, получал новую графику, новую... ну, все. Но именно дизайн, именно облик, именно внешний вид должен получить какой-то буст, какую-то свежую версию, чтобы это выглядело красиво. Вот, хочется посмотреть, как это будет выглядеть очень сильно. И нужно ли Apple это сейчас... Блин, надо, надо. Здесь мы с вами сделаем перерывчик на iOS 12.1. По слухам, ее выпустят прямо 30 октября. Со сцены Тим Кук или Фил Шиллер скажут прямо сегодня она доступна для загрузки. И это круто, потому что в 12.1 мы получим групповой FaceTime. Мы получим оптимизации, всякие плюхи и прочее-прочее. То есть, в 12.1 это достаточно серьезный релиз. И очень круто, что она вот-вот-вот-вот уже скоро выйдет. Поэтому, если вы не хотите покупать новые гаджеты Apple, то вам, как и минимум, стоит 30 октября забежать ко мне на презентацию, ну или вообще поинтересоваться, что там у Apple нового, потому что для вас тоже плюшечки-фишечки подъедут. Когда-то давно Apple была вообще компанией, которая выпускала Pro-решения. Такие как Mac Pro, какой-нибудь Thunderbolt Display. До этого он еще носил название Cinema Display. Apple делала всякие Pro-soft и так далее. С тех пор много воды утекло, и как-то по-разному все это пошаталось, потому что, с одной стороны, они продолжают делать Mac Pro, и сделали iMac Pro, и поддерживают Final Cut и прочие радости. Но от каких-то направлений избавляются. Например, AirPort'ы. Очень крутые роутеры. Apple, все, кердык. Есть мониторы, которые тоже крутая тема, и монитор от Apple я бы дико хотел. Thunderbolt Display у меня был, он мне очень нравился, но они тоже такие, вот есть LG, классный 5K-экран, покупай. Говорят, что Apple в каком-то смысле вернется к своему вот этому Pro-состоянию. Во-первых, нам покажут Mac Pro 2019, как было с ведром в свое время, а он теперь будет модульным, и говорят, что это будет пушка-гонка вообще страшная. Во-вторых, возможно, покажут к нему же, собственно, дисплей, и мне очень хочется злой дисплей от Apple, это круто. Ну и говорят, что они посмотрят на Mac Mini, о котором также забыли, что он как бы, пора его обновить, и он будет тоже какой-то странный модульный, черт пойми чего. Потому что вообще Mac'и хорошо бы взбодрить. Они отлично продаются. Вообще, если говорить о ноутбуках и компьютерах, и этот рынок, он стагнирует, и сегменты эти не растут, Apple там чувствует себя хорошо. Они продают свои устройства большими тиражами, они зарабатывают на этом бабло. Но хотелось бы, чтобы они как-то это все тоже так взбодрили, потому что iPhone сегодня в доле Apple с точки зрения прибыли, это 60-70% овер до хрена. И когда у тебя все завязано на один продукт, становится немножко грустно. Поэтому хочется, чтобы Apple вспомнила. Понятное дело, что лучше сделать еще пачку айфонов разных цветных, чем заморачиваться этими Mac'ами, которые никто не берет. Но все-таки хочется, чтобы они вспомнили о том, с чего начинали. И есть вероятность, что 30 октября нам покажут Mac Mini, Mac Pro 2019, экран и прочие про-приблуды. Самая интересная категория, о которой, скорее всего, пойдет речь завтра, 30 октября, какая? Правильно, аксессуары. Здесь и AirPods второго поколения. И AirPower, несчастные, про которые мы уже не раз вспоминали в последних видосах при распаковке iPhone XS, XR, они есть в инструкции, но их нет физически. И Apple такие, уууу, говорят, что вроде порешали, вроде Apple не забыла. И, возможно, этот замечательный девайс все-таки выпустят, потому что там были проблемы с перегревом, и нас это вообще не волнует. Хочется, чтобы они взяли и выкатили его уже наконец-то. Возможно, представят новые чехлы для iPhone XR. Это первый iPhone, для которого нет официальных чехлов. Почему? Потому что Джонни переизобретал силикон. Я даже не шучу. Он, чтобы не желтел, там все красиво было. А прятать куда-то за цветной или любой другой закрытый чехол этот красивый цвет iPhone XR нет никакого смысла. В общем, интересно. И я думаю, что Apple может представить еще пачку всякого классного. Ну, а AirPods 2 здесь самое-самое интересное. Появится ли беспроводная зарядка? Появится ли какая-то адекватная пылевлагозащита? Новые функции и возможности? Ну, в этом мы узнаем уже совсем скоро, 30 октября. Возможно, я забыл упомянуть о чем-то интересном. И я даже знаю пару тем, о которых я мог бы сказать. Но уже совсем мало времени осталось. 30 октября узнаем прямо на лайве, подтвердится ли моя гипотеза или нет. Я объявлю ее завтра, до начала трансляции. А с вами был Вилсиком. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравился и этот ролик. И вы ждете презентацию Apple. И вы вообще большие молодцы. И вы любите бородатых, толстых мужиков. У вас в жизни все классно. Поставь лайк, и ты будешь счастлив. Вот эта вся тема. И я с вами не обращаюсь, потому что вот где-то здесь вы можете видеть ролик. Свежий, последний, самый классный. Кликайте на него, смотрите. Вилсиком бесконечности. Вот как-то так у нас в этот раз получилось. Вперед!